Всем привет! С вами Катя и Вика Вахматова и передача для школьников «Наше время». Передача героем, который может стать любой из вас. Вот и пришла весна. Да, в этом году она по-настоящему ранняя, теплая. Так хорошо прогуляться по городу, встретить друзей. А еще скоро каникулы наступят. Вот мы с тобой нагуляемся. Да, но только в это время нужно быть очень внимательными и слушать не только щепетание птичек, но и не забывать про правила дорожного движения. Точно! Сейчас даже ребятам в детском саду о них напоминают. На этот раз отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» из Видновской школы номер 7 отправился в гости к ребятам в соседний детский сад, где малыши с интересом ждали новой встречи. Мы посещаем детский сад каждый месяц, проводим такие беседы, утренники, чтобы дети больше знали правила движения и соблюдали их. Ответственность на юидовцев была возложена большая, поэтому подготовка к мероприятию была особенной. Поскольку в детском саду ребята маленькие еще, мы стараемся для них разные сцены разыгрывать, играть с ними. Готовясь к каждому выступлению, юные инспекторы не только повторяют правила для пешеходов, но и учат новые правила для автомобилистов. Мы еще и учим новые правила, которые предназначены не только для пешеходов, но и для водителей. На занятии дошкольники с радостью отгадывали загадки, отвечали на вопросы дорожной азбуки и принимали участие в тематических играх. Как только загорелся красный сигнал светофора, мы с вами уходим с проезжей части, у нас дорога, здесь могут поехать машины. Естественно, ребята воспринимают более доходчивую информацию, которую им также предоподносят дети, а не взрослые. И на своем примере, разыгрывая всевозможные сценки по правилам дорожного движения, показывают, как себя нужно вести. Детишки это воспринимают более мягко. Теперь можно быть уверенным, что малыши не только сами будут соблюдать правила поведения на дороге, но и станут напоминать взрослым о том, что очень важно переходить дорогу по зебре и только на зеленый сигнал светофора. О, смотри, Ваня, Ваня, привет! Ваня, стой! О, привет, девчонки! Привет! А откуда ты такой раскрасневшийся, запыхавшийся? Смотри, в футбол играл. Да какой футбол? Я с каратэ иду. Вот для себя новый стиль открыл. Киокушинкай называется. Как, как? Киокушинкай? А что это такое? Как? Вы не знаете, что такое киокушинкай? Да это самый яростный стиль каратэ! В стиле каратэ существует более десятка. И одна из самых трудных и жестких разновидностей каратэ – киокушинкай. «Союз искателей абсолютной истины через боевые искусства» – так переводится название стиля. Его философия – максимальная реализация человеческих возможностей. Здесь бои проходит полный контакт и беззащитный. И в результате этого у человека должна быть очень сильная выливая установка для того, чтобы вообще заниматься таким стилем. Потому что все тренировки, в принципе, соревнования пронизаны борьбой с самим собой, борьбой с собственной болью, собственными недостатками, слабостью. Если человек через это перешагивает, то он действительно становится сильным. Несмотря ни на что, этот вид спорта привлекает и девушек. Надя, чемпиона призер соревнований самого разного уровня, она не раз поднималась на 50-тал почета. Конечно, бывает страшно и больно, но мне очень нравится заниматься каратэ, и я не собираюсь прекращать занятия. Вот уже 4 года занимаются Кьёко Шинкай и Кристиан, победитель первенства мира, кубков Европы и России. Для меня карты Кьёко Шинкай стала смыслом жизни. Я каждый день тренировки. И это уже как смысл жизни. Я не могу везти в твоей жизни. Если тренировки нет, у меня не при себе одном ассистенции. Все это мне дало, во-первых, всю волю, характер. Я стал стремиться, чтобы что-то добиваться. Останавливаться на достигнутом не в правилах каратистов. Стремясь к новым высотам, ребята совершенствуют свое мастерство на тренировках. Главное готовиться и усердно тренироваться на тренировках, а не баловаться. Следуя примеру тренеров, некоторые каратисты решают связать со спортом и свою будущую профессию. Хочу быть тренером. Вот сейчас пошел в колледж СПК, спортивный педагогический колледж. Вот сейчас там учусь, хочу стать тренером. Ой, смотри, а там, по-моему, Борислав, да? Да, точно он. По-моему, у нас сегодня день встречи какой-то. Не говори. Слушай, а давай его напугают. Давай. Давай. А что это ты здесь делаешь? Я на вашу встречу опаздываю, а вы меня с толку сбили. Кстати, хорошо, что вы тоже здесь. Вам будет интересно познакомиться с этим человеком. Впрочем, сами увидите, кто это. Хочу сохранить тайну. А, кстати, вы были на финале конкурса «Рыцарь года». Нет, к сожалению, в этом году у нас не получилось там побывать. Ну, ничего, пока мы пойдем, я вам все расскажу. В этом году в полуфинал конкурса «Рыцарь года» вышло 11 участников. Но только пятеро ребят пробились в финал. По дороге к славе и почетному титулу их ждали серьезные испытания. Первое – визитная карточка «Культура России и я». Здравствуй, добрый молодец. Чего по свету рыщешь? От работы бегаешь или работу ищешь? Я, бабушка, по свету счастье ищу. Ну, а силушка у тебя для этого есть? Есть, бабушка. Кому помощь в пути понадобится, помогу. Если есть мечта, она исполнится наверняка. Думай, люби, страдай. И о мечте своей не забывай сердце, счастье у тебя кровь. Вот самый дорогой для меня портрет. На нем моя семья и близкие. Это люди, благодаря которым я стал таким, какой я есть. Это прекрасное полотно нашей с вами Родины. Россия – страна, подарившая миру величайших художников. Мою гордость и мое вдохновение. Вместе, раз, навсегда. Вместе, раз, навсегда. Что и друзья, и друзья. Рядом со мной. Отбором моя. При погоде любой. Второй этап состязания. Спортивно-интеллектуальный. Спортивная часть хоть и была шуточной. Все же требовала навыков и сноровки. После выполнения заданий на меткость и ловкость – вопросы по истории и литературе. Какой поэт писал о себе я московский азартой гуляга? Это Сергей Есенин, безусловно. Молодец. И назовите героя, которые, по мнению его создателя Михаила Юрьевича Лермонтова, составлены из пороков целого поколения. Это герой нашего времени Печорин. Молодец. Блестящий. Первые два тура финалисты шли с небольшим отрывом друг от друга. Поэтому от третьего этапа зависело, кто же станет победителем. В домашнем задании нужно было рассказать о культуре народов мира. Каждый выбрал свою страну. Я буду представлять Испанию, так как это очень зажигательная, эмоциональная и жизнерадостная страна. Сейчас снимать фильм о Коко Шанель. Главный законодатель моды 20 века. Коко Шанель за 60 лет создала более тысячи уникальных моделей, да в моде совершенно новое направление. Коко говорил, успеха часто добиваются те, кто не подозревает о неизбежности поражения. Страну мы выбрали Францию, так как я считаю, что во Франции именно зародились все культуры, от которых, собственно, и разородились другие страны уже все. Я буду представлять Италию, так как, ну не знаю, по-моему, эта страна, по-моему, одна из самых лучших семей культур. И у нее великая история. Поэтому я был бы очень рад ее показывать. Посмотри на меня. У тебя одна бровь. И у тебя одна бровь. Мы братья. Не важно, где ты живешь, в России или в Индии. Все мы братья. Индия – это страна, где много возможностей. Страна жизни, страна красок. Я решил взять ее. То, что она характеризует мой внутренний мир, наверное. Англия известна как родина великих музыкантов. Почему именно Англию? Не знаю. Ну как-то она мне близка вся эта строгость, таинственность английская. И я решил это все вырастить в своем домашнем задании. Самым волнительным моментом праздника стало награждение. Каждый из финалистов удостоился того или иного титула и получил подарок от главы района. Но рыцарем мог стать только один. Рыцарем года 2014 встал Аксенов Аксенов. Рыцарем года вручается в гранат управления образованием. Подарок главы района планшета, а также лента победителя. Я всегда верила в него, потому что я его очень люблю, обожаю. И помогала ему на протяжении всей подготовки конкурса, от всего сердца. И вот до последней минуты я была уверена в победе. Никогда не думала, что осуществится такая мечта. Я как говорил, в визитке надо верить в свои мечты, и они обязательно осуществляются. Всех поздравляю. Все достойные участники, достойная конкуренция была. Все было просто супер. Конкурс завершился. Имя еще одного рыцаря Ленинского района известно. Но в мае состоится другое яркое событие. Подведение итогов конкурса видно овчанка. О, Брислав, привет! Привет! Это же 14-15 лет назад! Очень счастливее! Так, Лохматова, спокойно. Вы угадали. Это «Рыцарь года-2014». Кстати, учится со мной в одной школе. Алексей Аксенов. А это наши ведущие Катя и Вика Лохматова. Привет! Приятно познакомиться, присаживайтесь. Алексей, большое спасибо, что нашел время встретиться с нами. А у меня к тебе есть парочка вопросов. Да-да-да, расскажи нам, пожалуйста. Нас не было на «Рыцарь года», но Борислав сказал, что в визитке ты выбрал тему мечта. Да, я считаю, что мечта – это очень интересная тема, потому что такого никто еще раньше не показывал. Я думал, показать миру, что такое настоящая мечта, самое главное – сделать мир ярче и показать, во что нужно, во что-то верить. А кто тебе помогал туда? В конкурсе мне помогали мои учителя, которые вложили меня в фактически все, что я сделал, научили меня всему. Я им очень за это благодарен. Ну, конечно же, я не обошел себя с помощью друзей, которые, кстати, сейчас здесь. Ну, знаете, у Алексея ушло очень много нервов, мы все перессорились. Но он молодец все-таки, держался, старался. Вы бы его перед конкурсом видели, он бедно весь переживал. Таким, каким я увидел Алексея в последние полгода, я его не видел никогда. Он очень был взволнован, он постоянно думал только о конкурсе. Он мечтал победить, он осуществил свою мечту. Это действительно была его цель, как он уже сказал в своей визитке, и он осуществил, он достиг своей цели и осуществил свою мечту. Конечно, мы все за него рады, но то мои друзья. А скажи, а что значит друзья в твоей жизни, какие качества ты ценишь в людях? Ну, друзья для меня значит многое. Вообще, друзья одна из самых важных частей в моей жизни, конечно же, после семьи. Я их очень ценю и благодарен за ее помощь большую. А что ты чувствуешь сейчас, когда конкурс позади, и ты уже стал рыцарем в год 2014? Я еще не понял то, что я рыцарь, для меня это стало большой неожиданностью, потому что я не планировал участвовать в конкурсе, и это стало для меня большим сюрпризом. Вот ты стал рыцарем, а что значит для тебя понятие рыцарства? Быть рыцарем это в первую очередь быть примером для всего поколения, для младшего поколения нашего Ленинского района, подавать всем пример. А чем ты вообще увлекаешься и что для тебя интересно? Я увлекаюсь фотографией, мне интересно делать различные клипы, я снимаю свои видеоролики, которые мы снимаем с моими друзьями. Представляете, как здорово это будет смотреть лет через 20. Ну, 20 лет это много, а вот что сейчас в ближайшем будущем, ты куда планируешь после школы поступать? Ну, я еще не решил, я еще не нашел ответа на этот вопрос, но я думаю, что я хочу, я очень любил путешествовать, я хотел бы стать, может быть, гидом или менеджером в туризму, что-нибудь такое. Мне интересно узнавать про страны или что-то в этом роде. Так, Лохматовы, вы закончили? Нет! Это уже не важно, у меня времени мало, у Алексея его почти нету. Так, а у меня остался главный вопрос. У меня сейчас 10. Раз, два. Алексей, мне хватит 4-х лет на подготовку к конкурсу «Рыцарь года». Да, я думаю, тебе хватит вполне времени. Самое главное, не переставать верить в свою мечту. Я думаю, твои друзья тебя поддержат. Да, Борислав, у тебя действительно серьезный вопрос. Мы не будем вам мешать. Ну, пошли. Пока. Пока, легчанки. Пока. Ну что же, наш выпуск подошел к концу. С вами были мы, Катя и Вика Лохматова, и передача для школьников «Наше время». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова